Всем привет! Сегодня у нас необычный обзор на конструктор вместе с моим сыном. Как тебя зовут? Глеб! Глеб. Итак, Глеб, что это такое? Расскажи нам, покажи нам. Ну, давай, вначале начнем с того, что Глеб уже собирал конструктор, да? Да. У нас уже есть вот такой вот мотоцикл, Лего. И что у тебя еще есть? Подожди. Вон. Вон? Да. А вот это? Это тоже есть. Формула 1, да? У тебя есть такая классная? Да. Так, давай, убираем в сторону это все. Формула 1 тоже вставляем, покажи. Да. И сегодня мы собираем с тобой вот такой конструктор. Называется он Молд Кинг. Это аналог Лего. Стоит дешевле, чем Лего во много раз. Интересно здесь то, что он на радиоуправлении с моторами. Давай покажем, что с моторами. Вот здесь у нас есть моторы. Моторы и вот такая баггия. Мы сегодня будем его собирать. Да. Давайте, могу. Со всех сторон. Так, ну-ка, распаковывай. Давай, помогу тебе достать. И что у нас здесь? Ого, сколько деталей. Ну-ка, показывай в камеру, что у нас. Пакетики с деталями, да? Ну, пакетики, детали. Так. Стой. А это что? Пульт. Пульт. Машинка на пульте. Да, конструктор на пульте. Шины? Нет. Шины мягкие? Да. Да? Ну, куда это батя потрогает? Ну, кстати, да, такие мягенькие шины. Так, что у нас стоит здесь? Есть моторы. Это... Это L-мотор, по-моему. Черные, синие, красные штучки есть еще. Чтобы соединять. Да, чтобы соединять. Что это? Это сервомашинка, да. Это сервомашинка, да. Это что? Это у нас аккумуляторный отсек. Аккумуляторный бокс. Вот еще детали, и вот. А это инструкция, походу. Инструкция? Да! Гляди! Как собрать? Ну, давай, я достаю инструкцию. Что у нас здесь еще лежит, дайте. Это что еще? Наклейки. Наклейки. Вот, у нас. Наклейки в комплекте. И руководство пользования, и, я так понимаю, QR-код, чтобы скачать приложение. Потому что этой багги можно управлять как с пульта, так и с телефона мобильного можно управлять этой багги. Так, мы будем, что делать сегодня? Ну, собирать ее будем. Собирать ее будем? Да. Мы открыли все пакетики с моторами. Здесь у нас в инструкции вот нарисовано, как это все дело надо подключать. Если мы нажимаем на кнопочку, то у нас загорается светодиод. Значит, наверное, все это работает. И, как я понимаю, сюда нам нужно вставить батарейки. К электронике вернемся позже. Вначале давайте соберем тачку. Открываем все пакетики. Так, ну что, все пакетики рассыпали, да? Да. Давай, наверное, начнем собирать. На тебе колеса, собирай шины. Шины с хорошим соединением. На тебе все колеса. А я начну собирать машинку. Пацану. Что делаешь, Глеб? Ну, а пусть и... Пусть смотрю. Скажу так, что схема здесь не такая, как у Лего. Она не такая понятная. И собирайте это все дело немножечко... Ну... Короче, думать головой приходится. Глеб, а ты где? Я... Вылезай. Вылезай. Устал уже собирать? Ага. Нам сегодня нужно эту багги по-любому собрать. О-о-о. Да? Ну да. И еще же покатать надо ее. Мы же будем катать ее? Ага. Ну да. И еще же ». мы на финишной прямой нам остается заднюю подвеску собрать с моторами и наклейки единственное вопрос возникает почему это болтается и держится это все на одном всего лишь вот таком фиксатор и причем внутрь внутрь вот там вот внутри провода и то есть не получается защелкнуть китай все поделаешь собираем последние листы остаются последней страницы уже сейчас уже будем клеить наклейки хочу сказать что провода длинные по всему салону провода сервы и по всей видимости задних моторов тоже будут провода просто болтаться можно стяжкой стянуть нам остается делать колеса давай передней я помогу одеть передние колеса трудно одеваются получается о молодец получается нет помочь отдел у нас остались лишние детали причем деталей довольно таки много осталось так наклейте крем да да но давай начали проверим как она ездит давай давай давайте проверим как тачка включаем пульт так это вперед-назад у суши работа ресерва давай клеем наклейки потом выходим на улицу но разбираемся с управлением выходим на улицу вам рассказывать настроить чего вот и катаем да будем катать ее давайте помогу держу машинку ровно да молодец давай другую на другую сторону теперь и на крыло остается наклеена здесь на крыльях смотрим на крыльях вот такие все все наклейки наклеили на крутяк ну что идем катать на улицу с управлением разобрался и как управлять только расскажи на какую кнопочку куда что давай вперед назад как назад и вот эти кнопки что поворот и право поворот да все с управлением разобрались дай папа пару слов скажет сразу значит для того чтобы сделать реверсы на моторах у нас моторы крутились в разную сторону нужно зажимать обе кнопки если например вас моторы крутятся одно колесо в одну сторону другой в другую сторону нужно зажать две вот эти кнопочки б подержать их вместе до тех пор пока здесь не моргнет индикатор и соответственно если у вас моторы обращаются например вы нажимаете вперед а модель у вас едет назад то нужно нажать две вот эти кнопки нажимайте две кнопки ждете опять же там пару секунд светодиод мигает и у вас получается реверс каналов вот эти две кнопки это выбор режимов режим где у нас работает один мотор и режим где у нас работает два мотора эта кнопка для выбора моторов сервы но у нас стоит одна серва поэтому собственно эта кнопочка здесь не используется а насчет реверса то же самое то есть сейчас например колеса поворачивают правильно если я зажму две эти кнопки то теперь кого-то колеса поворачивают в противоположную сторону нажимаем еще раз все давайте покатаем у нас сегодня минусовая температура глеб держи посмотрим насколько хватит заряда аккумулятора что она даже дрифтит до глеб получается все застрял как тебе . сынок отлично запутался немножко так нормально или отлично и глеб скажи честно нормально да отлично не дотягивает до немножко было бы управление пропорциональным да все застрял но оттуда но уж точно не выйдет надо помощь помогая хочу отметить что единственный минус для себя я увидел в этой машине что нету пропорционального управления то есть нажимая на кнопку у нас сразу максимально работает моторы как на серве так и на газу и это немножечко печалит потому что во всех нормальных уже ради управляемых машинах есть полностью пропорциональное управление чем сильнее нажимаете или поворачиваете колесико или кнопочку там тем у вас как бы больше поворачивают колеса либо быстрее едет машина здесь такого нету и кстати с предложения на телефоне которые я тоже устанавливала и пробовал там управление точно такое же единственное что с телефона побольше настроек есть на моторы ну в общем там такая же потеха и нету пропорционального управления этой печали может быть каких-то в других блоках управления вот это самого вот этого лего ну или как его правильно назвать mold kind есть пропорциональные штукенции но здесь этого нету от себя могу отметить что сделать этот конструктор с пропорциональным управлением вообще очень очень легко на самом деле берете два народных регулятора по 200 рублей на алиэкспрессе и просто распаиваете грамотно всю проводку и все подключение и покупаете еще также аппаратуру и лети полимерный аккумулятор получаете нормальное управление что не едет слабенькая до машина на горку не заезжает до ног это конструктор малыш тебе нравится главное что ребенок доволен в общем на пропорциональное управление переделать легко если интересно пишите в комментариях под видео и мы обязательно переделаем этот конструктор на нормальное управление от rc моделей что не едет не как в горку да ладно давай концовочку малыш уже сейчас потом еще покатаем говори нашим подписчикам всем пока и ставьте лайки а смотреть нужно куда куда нужно смотреть все пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok